доярка из хацапетовки все об актерах сериала как сложились их судьбы к сожалению некоторых актеров уже нет с нами подпишись на канал жми на колокольчик ведь мы приготовили много интересного для тебя кирилл жандаров сыгравший диму булучева мужа кати его рост 185 сантиметров режиссеры всегда видели в нем героя любовника кирилл валерьевич жандаров родился 29 марта 1983 года в городе под названием ломоносов который относится к ленинградской области работа родителей парня не относилась к миру творчества искусства а потому они всегда выступали вроде скептиков когда сын говорил что серьезно хочет заниматься актерским мастерством планах жандаров их было чтобы сын стал юристом с ранних лет кирилл зарекомендовал себя как яркая творческая личность принимал участие в школьном квн где навсегда попрощался с проявляющейся фобией боязни выхода на сцену обучаясь старших классов жандаров решил что точно хочет стать актером после окончания школы в 2000 году подал документы в театральную академию санкт-петербурга и поступил окончив академию он прошел кастинг и снялся в рекламном ролике жевательной резинки стену заработав 15 тысяч долларов одновременно с театральной деятельностью кирилл снимался в кино он отмечал что всегда отдавал предпочтение киноплощадке а в театре достигну желаемого быстро терял интерес перегорал и ему становилось скучно дебют на работа артиста на экране была лента три цвета любви о светлом и все поглощающем чувстве троих мужчин к одной женщине в исполнении анны самухиной где он играл одного из ведущих героев молодости по настоящему популярность ему принесло участие российско-украинском телесериале доярка из хацапетовки интересно что первоначально его утвердили на второстепенную роль но позже предложили сыграть ключевого персонажа сына миллионера дмитрия булычева он согласился не сразу ведь за тот же гонорар предстояла большая занятость фильме он спел песню собственного сочинения а также впервые сел за руль через три года вышло продолжение этой невероятно популярной мелодраматической истории после этого кирилл снялся во многих российских лентах в том числе фильмах надежда как свидетельство жизни провинциалка формат а4 дыши со мной достоевский других в основном его герои были негодяями и плохими парнями но актер говорит что в этом область чувствует себя как рыба в воде потому что хороших играть скучно с будущей супругой артистка надежды талубеевой кирилла познакомил случай однажды утром актер заглянул в театральное кафе спускаясь вниз по лестнице он разминулся с красивой девушкой оглянувшись кирилл встретил ее взгляд и как он утверждает вдруг что-то произошло через несколько дней влюбленные снова встретились вскоре кирилл сделал надя оригинальное предложение выйти за него замуж из трубочки для коктейля смастерил кольцо и попросил девушку стать его женой день свадьбы был омрачен фанатичными поклонницами кирилла которые решили испортить праздник молодожена невесте прислали компрометирующие снимки на которых жандаров находится в окружении девушек но надежду такой подарок не огорчил ведь она сама актриса и не понаслышке знает на что способны ревневые поклонники и все же молодая семья не сумела сберечь чувства 2012 году брак распался причину расставания однажды объяснил сам кирилл со слов кирилла он видел свою супругу в месяц всего раза 3-4 так находился в постоянных командировках из-за многочисленных съемок но была и другая причина которая пожалуй стала главной новая влюбленность актера то удивительно но его второй избранницы стала близкая подруга надежды и тоже актриса по имени мария валешина через несколько месяцев после знакомства влюбленные сыграли свадьбу предложение будущему супругу сделала именно мария девушка сняла видео где предстала в роли заботливой хозяйки вычищающий пыль в доме завершив ролик фразы смотри какая хорошая женись на мне ответом от жандарова был большой букет роз и бокал шампанского на дне которого лежало колечко 2013 году у супругов родился сын валерий свои 38 лет актер остается великим выдумщиком поэтому строгий папа это не про него евгения усипова сыгравшая катю матвееву сериале дояркой с хацапетовки приехала москву и стулы начала сниматься когда училась на первом курсе рати ей приходилось самой плачевать жилье а стипендий не хватало и уже на третьем курсе евгения стала знаменитой сыграв фильме дояркой с хацапетовки и и катя матвеева получилась запоминающийся рост жени 167 сантиметров на сегодняшний день за плечами евгении усиповой более 50 проектов в которых она участвовала но на первом месте у нее семья которая актриса очень дорожит ее супругом стал кинооператор анатолий симченко с ним она познакомилась на площадке когда снимали триллер башни актриса стеснялась когда перед камеры надо было предстать без одежды на что он сказал красоту можно не бояться показывать сначала на такие слова евгения отреагировала негативно а потом прислушалась к совету и заодно присмотрелась к парню с тех пор они вместе сначала евгения и анатолий жили вместе не имея штампа в загсе все изменила беременность решили стать супругами 2012 году у них родился сын максим семья стала еще крепче а в 2015 году они решились на пополнение и у счастливых супругов родился второй ребенок дочь софья сейчас евгении осиповой 34 года владимир стержаков сыгравший александра егоровича булучева отца димы заслуженный артист российской федерации на счету которого собрано 190 ролей фильмах и сериалах разного жанра не нуждается в особом представлении он и сегодня популярен и любим зрителями несмотря на то что актер сейчас борется с онкологическим заболеванием он не прекращает сниматься стержаков перенес уже шесть операций владимир признался что никогда себя не жалел такой уж он получил воспитание родители говорили будущему актеру терпи у меня рак брюшной полости на самом деле это слово страшно мы запуганы им до панического состояния я тоже прошел через это поделился стержаков я не допущу чтобы мои родные и близкие испытывали нечеловеческое неудобство наверное это не христианский исход который определил для себя но решение было принято и это будет снотворно так будь честнее для близких потому что неизвестно сколько это будет длиться в какой форме рассказывал владимир в его жизни существует только одна женщина его супруга алла до встречи с которой он не стремился устроить личную жизнь прекрасно чувствуя себя в статусе холостяка но она сумела подобрать ключик его сердцу и супруги уже не один десяток лет живут вместе воспитав двух прекрасных сыновей дениса алексея сейчас актеру 61 год татьяна назарова сыгравшая людмилу сергеевну булычеву мать и димы сейчас ей 60 лет личная жизнь актрисы связана с одним мужчиной это ее муж дмитрий табачник известный украинский политический деятель леонид неведомский сыгравший егора кузьмича деда димы советский российский актер театра и кино народный артист россии этот актер снявшийся более чем 100 проектах был хорошо знаком как советским так и российским зрителям последние годы он часто болел и много времени проводил в клиниках под присмотром врачей но умер актер в родных стенах успев попрощаться с теми кого любил незадолго до смерти артист попросил жену привезти его домой 2018 году на 78 году жизни актер скончался его похоронили на волковском кладбище северной столицы владимир жеребцов сыгравший василия друга димы сейчас актеру 37 лет у владимира крепкая дружная семья это его супруга актриса анастасия панина и дочь александра родившиеся 2010 году эвклит кюрзидис сыгравший жерара дебуа повара-француза сейчас ему 53 года его рост 175 сантиметров эвклит востребовано в российском кинематографе и собрал уже неплохую фильмографию он был трижды женат но семейная жизнь не для него так как он чтобы реализовать свой творческий потенциал должен постоянно пребывать в состоянии влюбленности что он и делает заводя мимолетные романы валентина ананьина сыгравшая нину никитичну домработницу булочевых сейчас актрисе 87 лет творческий путь этой актрисы начался в далеком 1955 году и кстати тоже с роли домработницы муж актрисы рано ушел из жизни не оставив ей детей сейчас она всю свою нерастраченную материнскую любовь отдает чужим детям работая параллельно со съемками детской воскресной школе организованы при новодевичьем монастыре юрий комиссаров был настоящим театральным актером сыграв на сцене десятки самых разных ролей сериале до яркой с хацапетовки ему досталась роль фомича артист прожил долгую жизнь скончавшись 11 ноября 2016 года по естественным причинам через неделю ему должно было исполниться 80 игорь славянский успел за свою жизнь сыграть более полусотни ролей в кино сериале до яркой с хацапетовки сыграл риэлтора ривали умер в результате сердечного приступа в поезде когда ехал на съемки нового проекта трагедия произошла 7 августа 2018 года артисту было 66 лет актер дмитрий персин предстал в до яркой с хацапетовки в образе нотариуса судьба отпустила этому артисту короткую жизнь дмитрий несколько лет поролся с рака мозга но болезнь победила артист ушел из жизни 46 лет 26 декабря 2009 года подпишись на канал жми на колокольчик ведь мы приготовили много интересного для тебя